Речь на комитете шла о поправках, которые бы позволили некоторым категориям жителей платить взносы за капремонт по своему усмотрению. Напомню, что на сегодня минимальный взнос собственников составляет 7 рублей с квадратного метра жилья в месяц. При этом в дальнейшем показатели будут расти. Депутаты Краевого парламента посчитали, что это несправедливо, получается уравнивовка. Кроме того, многие средства, которые будут храниться на банковских счетах, могут быть обесценены. Предложение депутатов дать жителям право самим определять величину предельного взноса на капитальный ремонт. В то же время представители исполнительной власти пояснили, что на сегодня 2200 домов состоят на специальном счете. 70% из них будут отремонтированы в ходе первого этапа до 2018 года. Представители регионального правительства согласились с тем, что риски обесценивания накопления на капремонт существуют. Но есть и другая проблема, когда недобросовестные люди смогут воспользоваться поблажками и залезть в карман регионального бюджета. Конечно, есть многоквартирные дома, которые попали в конец, допустим, 20-е годы и так далее, и там, возможно, не понадобится. Но если сегодня мы устанавливаем норму, она будет для всех. И, к сожалению, я думаю, что у нас собственники воспользуются не для того, чтобы установить какой-то экономически обоснованный тот предел минимального взноса, а просто предусмотреть возможность не платить взносы на капитальный ремонт. К сожалению, сегодня вот такая как бы тенденция есть. Я понимаю действительно, что есть сегодня много вопросов, которые нужно отрабатывать. Механизм по сохранению накоплений уже прорабатывается на федеральном уровне. Тем не менее, депутаты решили принять поправку к закону в первом чтении и попытаться доработать имеющиеся сложности юридического и экономического характера между чтениями. О чем сегодня разгорелась дискуссия? Правительство совершенно справедливо заметило, что, представляете, такой ушлый дом, который сначала говорит, что я буду все управлять сам, но устанавливаю себе ставку ноль и копить деньги на дальнейшие капремонты не буду. Вот я буду так делать 10 лет, а когда дом обветшает, я приду в общий фонд и скажу, вы знаете, у нас не получилось. Возьмите нас в общий фонд и скорее ремонтируйте за деньги, которые мы не собирали. Вот думаю, что это противоречие. Очень надеюсь, что между первым и вторым чтением мы его сумеем разрешить. Например, разрешить вот эту вот ставку ноль и сначала не собирать деньги вообще, предположим, домам, которым не более трех лет. В четверг на сессии законодательного собрания проект изменений закона в первом чтении также должен пройти утверждение. Андрей Вылежнев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Продолжение следует...